Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый летний, я бы так сказал, день. Великолепная погода на улице. Закончились, к сожалению, наверное, закончились выходные. Мы вновь пытаемся войти в рабочее русло. Сегодня понедельник, 13 мая. Нормальная рабочая неделя, без перерывов, без пересменков, без тонких рынков. Итак, начинается обычная жизнь. И в это время 15.05 в Москве мы на Финам.ФМ. В программе «Сухой остат» и говорим о текущей ситуации на финансовых рынках. Меня зовут Олег Дмитриев. И сегодня в гостях. Алексей Труняев, заместитель начальника управления ценных бумаг Life Capital Pro Business Bank. Добрый день, Алексей. Добрый день. И Василий Конузин, директор анализического департамента и ФК Алимар. Добрый день, Василий. Добрый день. Уважаемые слушатели, телефон в студии 6510-996, код Москвы 495. Звоните, задавайте вопросы. Либо пишите на сайт компании финам.фм. Начиная традиционно наш эфир, я попытаюсь нарисовать картину маслом. Итак, что же происходит на финансовых рынках на этот момент? 15.05 в Москве. Еще раз повторю. Ну, традиционно, наверное, начать надо с закрытия американских рынков. В пятницу они в позитиве продолжают рост. Выше 16 тысяч держится СИПИ. Доу-Джонс не отстает. По 0,2% индекс Доу-Джонса прибавил. 0,4% СНП 500 и Насдак почти процент. В общем, там все хорошо. Остается только оборадоваться. Азиатская сессия сегодня разнонаправлена. Хотя Никей продолжает штурмовать высоты. Пробавил целый процент. Шанхайн композит сегодня закрылся в отрицательной территории. Чему есть объяснение, да, вспоминаемся и вспомним, наверное, сегодня о статистике из Китая. А вот в Японии все достаточно позитивно. И все, что происходит также на валютном рынке, наверняка, для вас, уважаемые слушатели, не секрет, да. Доллар-иен сделал уже 100, 101, 80, по-моему, там был. Текущий хай. В общем, все пока по плану идет. Кстати, на этой неделе ВВП за первый квартал Японии будет рисовать. Вот посмотрим, насколько удачно все складывается в Поднебесной. Ну и смотрим на Европу и на отечественный индикатор. РТС теряет, пардон, теряет в моменте 0,1%, ММВБ 0,5%. Европа в умеренном минусе. Фудси 100 теряет 0,2%. В общем, все здесь неоднозначно. Дальше сырье и Форекс. Нефть марки Brent ниже 103 долларов за бочку. Золото 14,30, 1430 за унцию. Евро-доллар снизился все же в пятницу, да, ниже 1,30, 1,29,80, но пока еще без продолжения. Доллар-иена, еще раз повторю, 101,50. И основной набор голубых фиш сегодня в отрицательной территории. В этом тоже наверняка, Леша Кивайд, есть сермяжная правда жизни. Лучший рынок Лукоил, 0,2%, ну пока я так понимаю, да, и 0,9% прибавляет НЛМК. Остальные все в минусе, хуже всех, ну лучше всех в минусе. Хуже всех Автоваз, 3,5 ВТБ, 2%, 1,5 Норникель, 2,4 Северсталь, Сбербанк больше процентов. Вот такова картина маслом. Итак, первый вопрос, уважаемые эксперты, что происходило? Я, честно говоря, ну не знаю, стоит пожурить себя за это, может быть, наоборот, похвалиться. Я был вне рынка эти две недели. Ты не работал, да? Нет, я работал, непонятно просто, хорошо это или нет, я не знаю. Нет, ну дело не в этом, хорошо или плохо. Просто я вообще не следил за рынком, был далек от этого. Поэтому у меня сегодня есть абсолютно, так сказать, личные к вам вопросы. Что происходило в эти две недели, Леша? В принципе, скажем так, вплоть до 10-го числа, вплоть до пятницы наш рынок отрисовывал рост. И показали примерно вот тот диапазон 1440-1450 по ММВБ, который там, где проходит локальный понижательный тренд. Пройти его не смогли. Сегодня минимум был в ходе дня 1409, сейчас я смотрю повыше, 1428. То есть ходили мы сегодня, были даже минус процент. Сейчас вот остановились где-то, стабилизировались в минус полпроцента. Но еще есть время у нас как бы наверстать упущенное. Леша, а на чем мы делали вот этот отскок-то, собственно, в праздничные? Ну, я могу сказать, что ввели рынок за собой индекс образующей бумаги. То есть выскакивал Сбер, покупали Газпром, была покупка в Лукоиле. Ну и периодически брали там Сургут-Прев, другие бумаги там чуть поменьше. В принципе, тема простая, то есть закрытие реестров по бумагам. Плохо или хорошо, но от 4 до 7% дивидендной доходной все-таки есть по бумагам. Сбер, конечно, в Сбере там и более интересная история. То есть он как бы выполнял роль такой спекулятивной фишки, роль индекса, потому что реестр там уже закрыт. Но шартовики там, судя по всему, оставались. Потому что была надежда все-таки, что после закрытия реестр бумага сразу поедет. И можно будет даже, так сказать, потеряв дивиденды, все равно выиграть. Но вытащили всех шартовиков на 106. И, в общем, при прохождении 105 там действительно есть следующая остановка вверху 110. И многим уже, наверное, она грезилась, эта остановка. Я думаю, что этот уровень будет, но мне кажется, что не сейчас. Мне кажется, что не сейчас. И, в принципе, вот, конечно, 10-го числа, я думал, честно говоря, что 10-го числа сразу открытие будет негативным. Потому что, в общем-то, ничего так особо выдающегося не было показано накануне в Лондоне. Но, тем не менее, покупали. И где-то, в общем, до обеда хватило сил. Потом, так сказать, такая традиционная пятница. Все отъехало, все откатилось. А вечером на фьючерсной сессии при небольшой активности немножечко отскочили вверх. Ну, Америка, как бы, надо сказать, что показала плюс, конечно. Ну, по S&P там более интересно. А вот по Dow Jones там прям видно, что было боковое движение, был даже минус. И буквально в конце, там, за последние, там, не знаю, полчаса поддернули индексы. Ожидал. В принципе, рынок был настроен так умеренно негативно. Потому что разговоры о сворачивании QE3, они, так сказать, уже витают. Я читал сегодня, что в Федрезерве есть уже программа, как они сворачивать будут. Ну, да, сам не читал выступление господина Бернанке, но, как бы, с чужих слов, он, как бы, всех успокоил. Сказал, что выход будет постепенным. Что в конце года не будет не сам выход, а будет только об этом заявлено. Ну, я, на самом деле, не стал бы сто процентов ставить на то, что и такой будет сценарий. Как говорится, поживем, увидим. Конечно, конечно. Самое главное, что разговоры эти уже есть, и разговоры о том, что фондовый рынок слишком сильно надут, и что сворачивать систему, программу, вернее, придется, это как бы факт. То есть игнорировать его нельзя. Ну, плюс, соответственно, идет повсеместно, чтобы я еще отметил за прошедшую неделю, на сырьевых рынках, и вы уже об этом говорили, то есть идет снижение. Комодец чувствует себя плохо, практически все там за редким исключением. И, соответственно, не очень хорошо себя чувствуют сырьевые валюты. Сырьевые валюты. Ну, австралиец провалился уже ниже. Что касается японской иены, да, то обсуждалась политика, насколько я понимаю, японского правительства и центрального банка на встрече с семерки. Критики никакой не последовало. То есть, как бы, разрешили им молчали его. Да, зеленый свет. Ну, посмотрим, к чему он проведет, этот зеленый свет. Там тоже неоднозначно есть реакция. Вот, пожалуй, то, что, на мой взгляд, было интересно. Я потом еще, если будет время, более подробно все-таки по поводу дивидендного сезона в этом году. Там без сюрпризов тоже не обошлось. Это хорошо. Василий, вот, так сказать, слушая Алексея, ну, и собственное мнение я свое пытаюсь сформулировать. Правильно ли, что, ну, как минимум, российский рынок торговался где-то в своем болоте вот эти две недели? Да нет, я бы сказал, что, наверное, из болота он, естественно, не вылез, но... Нет, там не болото, там... Боже упаси. Вот, но, тем не менее, он так постепенно попытался выкарабкаться вверх. И, действительно, дивидендная тема здесь очень серьезно помогла целому ряду наших фишек. На них рынок очень хорошо приподнялся. То есть, по крайней мере, вышел вот из той трясины, которая была в конце апреля. Ну, дивидендная тема исчерпывает себя уже, да? Да, 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 совершенно верно. Сегодня кто? Да, практически все. Лукоил, Газпром, по-моему, Татнефть сегодня, завтра еще Сургут закроется. И все, да? Ну, и дальше там уже. Да, 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 то есть, практически все фишки. Все тяжелые бумаги. Ну, то есть, Василий, можно предполагать, что нисходящий тренд продолжится после того, как эта идея уже будет отыгрывана? Скорее всего, да. Потому что реальных драйверов для того, чтобы деньги шли в Россию, в принципе, нет. Так мы их не видим. Кстати, вот это замечательное, продавай в мае иди отдыхать, она сработала все-таки? Вот я просто хочу обратить внимание еще раз на эту поговорку, да? То есть, упрекают многие нас, как бы, эксперты в том, ну, что ж вы, типа, неправильно предсказали, в мае вот мы целых две недели уже растем. Но еще раз думаю, sell in May, то есть, подразумевает, что в мае еще будет шанс продать по нормальной цене. Касается, конечно, штатов, у нас все... То есть, речь не идет о том, что надо 1 мая, да, именно? То есть, скорее, скорее, я думаю, американцы подразумевают, что есть время в мае еще продать и дальше посидеть как-то в стороне или, так сказать, попраздновать на то, чем... Ну, вот, собственно, две недели, да? Первые две недели мая дали хорошие... Надо сказать, что 1 мая в Штатах было падение. Было оно достаточно нехилым, и, в принципе, некоторые люди, которые по-медвежьи настроены, уже, так сказать, потирали руки и сказали, вот оно началось. Но просто еще раз обратившись к тексту поговорки, да, то есть, подразумевает, что в мае еще будет возможность нормально продать. Поэтому я вполне допускаю, что какое-то более-менее серьезное падение, оно пойдет где-то уже, вот, может быть, через недельку и так далее. Если ничего хорошего не будет, начнутся опять разговоры по поводу того, как у с долгом. Стас, ты сейчас заговорил, я вот, насчет людей, которые потирали руки, которые видели по СИПи двойную вершину, да, еще на 1590... Может быть, все это еще и состоится. Да, да, да. Нет, нет, тут состоится, но и начинали продавать уже оттуда, а потом сделали 1620 и продолжают расти. Вот, что тут, потирать руки раньше времени, конечно, смысла нет никакого. Так, хорошо, значит, у нас осталось немножко времени, значит, еще раз я тогда проанонсирую. Сегодня первый день после больших выходных, начинается нормальная работа. Кстати, если, так сказать, в перспективу смотреть, то полтора месяца как минимум нормальная работа. У меня такое ощущение, что, кстати, сегодня торговля даже менее активная. Сейчас новости, извини, прервемся. Новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Ну что ж, мы продолжаем наш эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Алексей Труняев, заместитель начальника управления ценных бумаг Life Capital Pro Business Bank. И Василий Конузин, директор аналитического департамента и ФК Алимар. Мы говорим о том, как чувствует себя российский рынок после выходных, ну и, в принципе, о том, как чувствуют себя финансовые рынки. Уважаемые эксперты, там есть вопросы, но о них тогда во второй части мы посмотрим. Значит, я хотел бы поговорить вот о чем Алексей уже эту тему затронул. Ожидание сворачиваемой программы коллег-смягчения. Насколько оно реально, насколько оно, я бы так сказал, во временном отношении близко. Можно ли его потрогать руками или действительно это все на уровне разговоров пока еще? Василий, как ты считаешь? Я думаю, это еще на уровне как раз формулирования стратегии. То есть то, что понимание о том, что действительно нужно сворачивать программы и начинать сжимать ликвидность, оно присутствует у денежных властей американских. Это несомненно. Другое дело, какими средствами. То есть вполне возможно, что там для начала прекратятся там, допустим, реинвестиции, собственно, заработанного капитала на тот, который был выделен. Возможно, ограничат ежемесячную скупку бумаг. Сколько это займет по времени, пока трудно предположить. Но, честно говоря, я считаю, что до дня X, скорее всего, многие банкиры постараются взять по максимуму из тех дешевых денег, которые еще будут на рынке. Начиная даже с этого момента, да? В том числе, да. Еще пройдет достаточное время. А что должно быть основанием для того, чтобы вот этот процесс, так сказать, его запустили основанием? Формально ФРС заявляла о уровне безработицы. Я так понимаю, он все-таки еще сейчас достаточно высокий. Ну, от 6,5 далеко он еще. Да, далеко там, далеко. По этому критерию пока еще далеко. Но просто я думаю, что боязнь надуть сильный пузырь, чтобы не спровоцировать новую волну биржевого кризиса. Я думаю, что с этой точки зрения просто. Потому что по формальным критериям пока, получается, им надо продолжать. Ну, они и будут продолжать. Другое дело то, что данные, которые мы видим по безработице, в принципе, наверное, с конца прошлого года демонстрируют хорошее улучшение. То есть, действительно, ситуация начинает выправляться. И то небольшое торможение экономики, которое мы видим, допустим, в первом квартале американской, в принципе, оно при подпитке денег, которые есть сейчас, я думаю, будет пройдено. И, соответственно, все шансы для того, чтобы максимально приблизиться к тому обозначенному таргету по безработице, в общем, все шансы у ФРС есть. Ну и тем более, как и с рынком. То есть нельзя ждать того, что мы уткнемся непосредственно в максимум. Да, можем остановиться где-то вблизи него. То же самое и с ФРС. Потому что плюс это еще и экономика, и эффект реализации программы, он растянут во времени, да, с некоторым лагом идет. Так что вполне возможно, что ФРС начнет чуть раньше действовать. То есть где-нибудь... На упреждении, да, на опережении. Четвертого года лета года уже, да? Ну, вполне возможно, по крайней мере, заявление. Леша. Я думаю, здесь, скажем так, некомфортность ситуации состоит в следующем. На мой взгляд, нет такой прямой корреляции между действиями ФРС и восстановлением американской экономики. Я думаю, что восстановление не столь значимо, как того бы хотелось. А как бы программа уже вовсю идет, деньги печатаются, и пузырь-то надувается. То есть фондовый пузырь надулся уже хорошо. Доходности по долгосрочным облигациям крайне низкие. А экономика только-только начинает как-то выкарабкиваться, так сказать. И, может быть, она и находится вновь в рецессии. Поэтому здесь вот это некомфортная ситуация. ФРС, по большому счету, я думаю, что не только ФРС. Это проблема, как я понимаю, монетарной политики, так сказать, во всемирном масштабе. Да, никто не знает просто, что делать. Такого масштабного печатания денег, как в США, в Европе, давно не было. Давно не было. Никто не знает, когда это надо заканчивать и как. Поэтому пока сейчас такая ситуация. И я не исключаю, что, может быть, сворачивание, может быть, они более резко будут сворачивать. А может быть, нет. А может быть, потом, с точки зрения статистики, да, вот безработица. Я думаю, что если уровень безработицы приблизится, там, 2-3 десятки они могут подрисовать. Да, только для того, чтобы сказать, ой, вот, наконец-то снизилось, давайте как бы. Ну да, уже близко. Да, то есть мы видели, например, когда переход через год у них идет, там, декабрь, январь, ой, там, неправильно посчитали, плюс-минус 2-3 десятки, там, быстренько они подрисуют. Вот. На самом деле это, конечно, что называется, не смешно. Потому что, насколько я понимаю, не удается им так сильно разогнать экономику. Конечно, все, они сами кричат, что все хорошо, все замечательно. И что касается фондового рынка, они им удалось все деньги затащить и показать очень хорошие, так сказать, параметры по росту индексов. Вот. Ну, а что будет дальше, посмотрим. Дело в том, что вот по поводу отчетности американских компаний ожидания были занижены, да. Поэтому отчетности вышли чуть лучше ожиданий. Но во втором квартале ожидаются уже более плохие результаты. Да, скоро, примерно через месяц-полтора, мы уже начнем это все пожинать. Я, на самом деле, думаю, что, конечно, будет какая-то еще волна роста в Штатах. И постараются они еще вытащить, конечно, индексы и надуть пузырь еще сильнее. Но с точки зрения экономики, я думаю, там все достаточно сложно. Достаточно сложно. Конечно, наверное, может быть лучше, чем в Европе. Но, опять же, для этого нужно быть экономистом. И даже, мне кажется, что не все экономисты владеют ситуацией, судя по тем интервью, которые... Поэтому я думаю, что это как раз тот самый случай, да, когда рынок, он бежит вперед, правильно сказал Василий, на опережение. Играет, и поэтому пузырь может начать лопаться, а экономика еще только-только. И вот что с этим будет делать как бы ФРС, знаю, посмотрим. Ну, здесь действительно нужно наблюдать за ставками, потому что американцы сделали все возможное для того, чтобы их долговой рынок стал непривлекательным. И, соответственно, все деньги ушли на рынок капиталовой акции. То есть у нас ситуация обратная. Мы как бы пожинаем как раз плоды того, что у нас, в принципе, неплохие ставки на рынки корпоративных облигаций, и все деньги уходят туда. — Ну и вот, опять возвращаясь к пресловутым программам количественных смягчений, ты как раз, Алексей, ты как раз о Японии, мы вспомнили, да, ты говорил, интересная ситуация там, ну, сравнивать ее напрямую, наверное, с действиями Федрезерва сложно, но тем не менее. — Ну, я могу просто вот то, что мне понятно, мне понятно плюсы этой ситуации, да, то есть ослабевает национальная валюта, это хорошо для экспортеров. Насколько я понимаю, бюджет Японии держится на экспортерах. Держится на экспортерах. Вот. А есть и негативные стороны, я просто не вникал глубоко, так сказать, в чем они заключаются, но они тоже есть. Я думаю, что если вот, как бы, любой грамотный экономист, он тут же назовет. То есть там тоже палка о двух концах, на самом деле. Есть, правда, такое мнение, что, в принципе, вот японский фондовый рынок, если взять на очень длительном периоде, то он демонстрирует, по большому счету, боковое движение. Поэтому там есть куда расти, да, и с точки зрения акции, конечно, там все интересно, я думаю, там все очень довольны политикой. А здесь вот, то есть с Японией это все понятно. Там вот с Китаем интересная ситуация, потому что новое правительство Китая, оно пытается, как бы, регулировать вот тот экономический рост и перейти от, скажем, такого нерационального роста к более спокойному, к более рациональному с использованием современных технологий, энергосберегающих и так далее, там более экологичных, наверное. А весь мир, как бы, да, весь мир уже привык к тому, что Китай вот растет таким вот, как снежный ком, катится, 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 катится и так далее. Поэтому всему миру нужно привыкнуть еще к новой политике и в том числе экономической китайских властей и тому, так сказать, уровню потребления ресурсов, да. То есть раньше это потребление было порой такое вот практически неумеренное, да, сейчас как-то оно будет более как-то просчитываемое и так далее. И вот реакция, то есть привыкнуть жить с новым, так сказать, китайским рынком, я думаю, что есть ситуация более серьезная, чем с Японией. Ну, Япония сейчас вот, они доведут до иен, там, до какого-то уровня, и она, наверное, успокоится. Есть точка зрения, что назад откатится, но мы поживем, увидим. Я думаю, что вот ситуация в Китае, она может... Важно посмотреть за... Больше эффекта какой. За тем, какой результат на... Ну, вот сегодня статистика по Китаю была не столь хорошей, как ожидалось. И вот, пожалуйста, негатив уже. По поводу Китая, Василий, вот вопрос традиционный мы поднимаем всегда, да, сможет ли Китай, ну, видимо, уже вкупе с американцами стать таким локомотивом мирового экономического роста, ну, показывая... Глядя, точнее, на последнюю статистику, да, какие-то сомнения возникают по этому поводу. Мне кажется, что перед текущим руководством страны стоит очень такая серьезная задача экспортно-ориентированный Китай, то есть всю экономику, которая работала исключительно на внешние рынки, да, то есть стала фабрикой мира, переориентировать на рынок внутренний, то есть на внутреннее потребление, на развитие, действительно, внутреннего спроса непосредственно стороны китайцев. Как это сделать? Ну, вот мы сейчас видим, что пока не получается. То есть, да, есть пузыри, они боятся, соответственно, их сдувать. Как перераспределить потоки капитала, которые приходят в страну, как перераспределить госсубсидии? Пока с этим правительство не справляется. И как мне кажется, что, в принципе, вот эта акклиматизация к новым реалиям, ну, хотя они действительно объективны, и с ними надо бороться, да, надо их преодолевать. И вот в моем понимании на это может уйти не один год. Вот на адаптацию к новому формату экономики. Поэтому, естественно, в этот период мы будем видеть цифры существенно меньше. А как следствие, Китай, который, я уверен, что в течение этого периода продолжит восприниматься как основной потребитель ресурсов по всему миру, он будет негативно влиять на все коммодитис. Ну, можно делать выводы, в том числе транслировать это и на наш рынок. Да, это обязательно транслировать. Сам по себе китайский фондовый индекс тоже в таком понижательном канале. То есть была попытка выскочить из него, не получается. Не получается пока. А попытка когда? Это вот недавние какие-то события? Ну, вот за последние несколько месяцев, по-моему. Где-то месяца полтора, что ли, назад. Там уже казалось, что все, вышли вроде бы, и сейчас вот опять. И сегодняшняя статистика, опять там черные свечки пошли, опять, так сказать, нагибают. Я понял. Хорошо. Ну, и буквально два слова давайте после новостей и продолжим. Мы с вами вспомним о Европе, потому что, ну, там-то, да, Алексей, как сказал, там-то все ясно более-менее. Европа в рецессии и особо признаков жизни не подает. Какие перспективы, как ты думаешь? Ну, в Европе лучше всего это, как я понимаю, Германия себя чувствует. Там даже интересно ситуацию было наблюдать, что большинство там европейских индексов в минусе, да, там немецкий индекс в плюсе. Ну, я не знаю, с чем это связано. Может быть, какой-то оптимизм накануне выборов, там, какое-то второе дыхание. Я лично считаю, что вот этот Европейский Союз, ну, не знаю, в большей-меньшей степени, это какой-то такой тоже мертворожденный ребенок. Потому что, как бы, ну, положение членов Союза, оно неравно. Экономическая и политическая степень урегулированности социальных проблем, ну, не идет ни в какое сравнение, да. И как вот всем этим управлять, плохо получается, на самом деле, на мой взгляд. Плюс к тому очень инерционное принятие решений, да. Вот сейчас встреча прошла, семерки, многие говорили, вот сейчас какой-то позитив оттуда будет, какой-то позитив оттуда будет. Пока просто поговорили, пока даже какого-то документа не принят. То есть они никуда не спешат, все у них плавно. Такое впечатление, да, никуда не торопится. Значит, сейчас еще раз мы слушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Ну что ж, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Обсуждаем ситуацию на финансовых площадках. Говорим сейчас о российском рынке акций, как он выглядит после разничных дней. В гостях у меня Алексей Труняев, заместитель начальника управления ценных бумаг Live Capital Pro Business Bank и Василий Конузин, директор аналитического департамента ЕФК «Алимар». Уважаемые слушатели, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495. Сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Сейчас, собственно, мы на них начнем отвечать. Ну и я прошу вас, уважаемые эксперты, вновь поговорить о российском рынке. Ну, прежде всего, наверное, о этих пресловутых дивидендных историях, да, Алексей? Ну, те сюрпризы, которые бросились мне, так сказать, в этом году, на что бы я обратил внимание. Значит, для начала это полнейший, так сказать, облом с ТНК-БП. Да, там, конечно, ситуация, насколько я понимаю, еще полностью не прояснилась. Но сначала заявляли, что 4 миллиарда долларов будут направлены на дивиденды, согласно уставу. Ну, буквально проходит 2 недели, совершается, так сказать, всеми нами сделка замечательная. После этого говорят, что извините, ребята, но ничего, ничего не будет. Значит, номер 2. Очень жестокий такой облом в Башнефте. То есть вместо там 80, если не ошибаюсь, рублей, по-моему, 24 или 25. Я, честно говоря, еще удивляюсь, почему Башнефт-Преф не укатали куда-нибудь рублей на 800. Ну, в принципе, может быть, еще укатают. Ожидания были, да, Башнефть, хорошие дивиденды? Ну, были, были, как бы анонсы и так далее. Да, 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 то есть в том году тоже было снижение, как бы, да, некоторым. Там раньше была очень высокая доходность, но не в 4 раза, да. То есть там вместо, по-моему, 130 они заплатили, по-моему, что-то 90, да, то есть вот так. Ну, а вот вместо 80, там, 20. Все круче и круче и круче. Неплохо себя показал Сбербанк. Как и ожидалось, по Префам побольше заплатили. По обычке, я не помню, тоже, по-моему, чуть побольше. В общем, лучше всех. Очень хорошо себя показал, поэтому стабильно неплохо достаточно прошел через реестр. С дисконтами, но быстро отскочил. Значит, хорошо, очень хорошо показал у себя «Газпромнефть». Значит, анонсировали 8 рублей, а на самом деле потом заплатили даже 9. Значит, здесь интересно, бумагу вывели из индекса ММВБ. Я думаю, что это будет бумага для своих. Не обращайте внимания. Там заявлено, что дивидендная политика будет сохранена, то есть высокие дивиденды. То есть сам себе «Газпром» заплатил как акционер 9 рублей, да, как бы, и 5,599, ну, понятно, что некорректно сравнивать, но тем не менее. А «Сургутнефтегаз», да, снижение дивидендов, наверное, будет, скорее всего, рубль 48 вместо 2 рублей с лишним. Но при этом заявление о том, что будет сохраняться стабильная дивидендная политика, вот так же, как «Газпромнефть». «Лукойл», да, дивиденды невысокие, но они разбиты, значит, на промежуточные, что будет способствовать, скорее всего, стабильности котировок. И я бы отметил, что последние несколько дней народ очень активно в эту бумагу залезает. Вот сейчас опять 2050, опять ближе к локальным максимумам. Видимо, это связано с тем, что не очень боятся последующих дисконтов. Вот в прошлом году, вот страшный год был, когда, в общем, падало и до закрытия реестра, продолжилось падение потом. Самым безболезненным прохождением через реестр был «Лукойл», на мой взгляд. МТС, доходность высокая, в принципе, это неудивительно, и хороший такой жесткий дисконт, да, то есть подержалось немножко 264 после двухсотек. 275-280, и поехало дальше. Но тут сюрпризов нет, приходится расплачиваться за высокую доходность. Так, что еще можно отметить? Рост нефть, доходность достаточно низкая, рост телеком, доходность дивидендная достаточно низкая. Ну, наверное, пожалуй, и все. То есть отметил негативные, позитивные моменты на свой взгляд, как инвесторы, как спекулянты. Я понял, спасибо, Леша. Вот в ленте новостей такую интересную, на мой взгляд, фразу читаю. Госкомпании могут выступить против увеличения дивидендов. Им нужны средства для собственных инвест-программ. Василий, как это можно прокомментировать? Ну, средства, естественно, им нужны. За счет акционеров, получается, да? Ну, это все время так делается, конечно же, да. Как всегда. Другое дело то, что, естественно, эта новость имеет отношение все-таки к пожеланиям об увеличении нормы выплаты дивидендов. То есть там вплоть до, по-моему, 33% с 25% по госкомпаниям. И, ну, естественно, да, компании, особенно если брать крупные инфраструктурные компании, завязанные на гигантские стройки, естественно, им невыгодно выводить из себя деньги. Потому что обязательства никто не снимает, а выплаты дивидендов, ну, фактически обнуляют их возможности по капитальным вложениям в дальнейшем. Поэтому здесь, естественно, опять же-таки государству нужно искать очень вот ту тонкую грань, тот баланс между желанием заставить строить и, соответственно, желанием еще и вынуть из компании денег. Ну, опять же, там, пример и инфраструктура тех же сетей, когда там висят обязательства по, там, 200-300 миллиардов на той же ФСК. Ну, и при этом, там, компания может работать даже с рентабельностью 50%, да, и все платить за те кредиты, которые она набрала. Ну, то есть, другими словами, вот, решение этой проблемы, да, проблемы, наверное, оно где? Оно внутри компании или оно извне где-то? То есть, должно государство каким-то образом распорядиться здесь? Это государственная компания, естественно. Или менеджмент может... Нет, ну, коль скоро государство мажоритарный акционер, то, конечно, без его... Без его вмешательства ничего. Ничего не будет. Но вот что может быть действительно не очень хорошо, как бы, когда вот этот был анонс, и, по-моему, там, 10-го, что ли, по-моему, да, из-за этого потом бумаги стали опять отскакивать. Или, там, 3-го числа, что 37%. Но, понимаете, какая-то судорожность, да, то есть, ой, давайте вот, и, как бы, первая реакция, конечно, ребята говорят, ой, как хорошо, там, значит, для мелких акционеров. Ну, для мелких акционеров, наверное, хорошо. Но вопрос, 37% от прибыли, но прибыль какая? Может, прибыли вообще не будет, и все, и вам, что, 30%, может быть, лучше платить, да, 25% от большой прибыли. Ну, то есть, возможности развиваться. Да, во-первых, это российская отчетность, там, с финансовой точки зрения, грубо говоря, прибыль проще спрятать. Это еще и ввиду разговор о том, что платить от МСФО. Вот если от МСФО, тогда, как бы, но здесь трудности в развитии компании, да, то здесь по МСФО не скроешь никакие денежные потоки, все вместе вы собираете. И будьте любезны. Тогда, конечно, для акционеров это будет хорошо, но судорожное вот это вот предложение, скорее всего, сделано все-таки не для того, чтобы заинтересовать долгосрочных инвесторов, а в основном наполнить бюджет. Абсолютно. И поэтому вот здесь вот это и вызывает вопросы. То есть пытаются каким-то образом заткнуть очередную появившуюся дырку, да, и пришла в голову такая гениальная мысль, давайте заставим платить дивиденды. Причем, кстати, западные инвесторы, они действительно приветствуют хорошие дивидендные выплаты. Собственно, они рекомендуют всем крупным компаниям государственным идти навстречу акционерам. Но вот опять же, то, как это делается и за счет чего, то есть особенно, когда эта новость звучит на фоне объявления там Газпрома об очередном снижении чистой прибыли, и после этого, ну, соответственно... Только-только снижали дивиденды, и тут как бы... Это просто компенсация, да, какого-то, вернее, заморозка абсолютного значения по выплате. Ну, вот просто могу сказать, Газпром заплатил за 2011 год 8,97, да, за этот, допустим, он заплатит 5,99, гипотеза. Примерно, если бы за 2012 год платил бы он уже 37%, ну, дивиденды были бы 8 рублей. То есть примерно опять подтянули бы к той же величине. Но вопрос в том, действительно, там инвестпрограммы есть, и до 2016 года надо много тратить, чтобы они потом тратили. Здесь, конечно, неэффективность управления этими компаниями, она... Получается шараханье какие-то, да, снижаем дивиденды, повышаем нормы отчислений, потом РСБУ. У нас не все компании еще отчитались по МСФО, а уже предлагают, ну, может быть, и справедливо предлагают, по-моему, Минфин предлагает дивиденды платить по МСФО, да, как бы. Конечно, это хорошо, но просто, видимо, это не делается за такой короткий срок, то есть надо к этому как-то прийти. Наверное, для западных инвесторов хорошо будет, если это МСФО. Там не спрячешься никуда уже. Хорошо. Есть вопрос такой забавный, на мой взгляд. Давайте поговорим об этом. Как вы можете, пишет Юрий, объяснить ситуацию с банком ВТБ? Кстати, ВТБ тоже, да, у него сегодня? Да, сегодня. Как вы можете объяснить ситуацию с банком ВТБ? Он выкупил собственные акции по цене 13 копеек, это, видимо, да? Ну, это да. Та самая история. А сейчас разместил доп. эмиссию по 4 копейки. В чем заключается бизнес? Не знаю, в чем заключается, сказать честно. Я в эту бумагу серьезно не захожу уже давно, наверное, года два. Очень небольшие спекулятивные операции совершаем. Скажу честно, в долгосрочном таком портфеле, чтобы вот там, не знаю, на несколько месяцев, на полгода не держим эту бумагу. Не нравится мне. Потому что постоянно разговоры о том, что до размещения, до размещения, постоянно доп. эмиссия, и бумагу прижали уже ниже плинтуса. Были разговоры о том у аналитиков, что на фоне того, что Сбербанку не удастся удерживать высокие темпы роста прибыли, ВТБ как бы от нуля, да, стартует, там будет прирост. И, может быть, ну, нашли инвесторов, да? Ну, вот если мы посмотрим структуру инвесторов, те, кто участвовали в последнем размещении, ну, я думаю, что там достаточно интересные мысли можно, так сказать, из этого извлечь. Поэтому... Но озвучивать не стоит, да, я так понимаю? Ну, мне эта бумага не нравится, скажем так. Мне эта бумага не нравится, никакого бизнеса в этом нет. Насколько я понимаю, выкуп по 13 копеек, это было как бы принудить решение по указке сверху. Ну, это то же самое, была еще выплата дополнительных дивидендов по Роснефти, да, как бы, что, в принципе, было воспринято позитивно здесь, было воспринято негативно, потому что, как бы, у кого-то выкупают по 13, да, а кто-то, кто купил на вторичке, сидит, как говорится, с той ценой, с которой сидит. Ну, в общем, какие-то тоже опять шарахани, и на пользу они на самом деле не идут. Да никакого бизнеса тут нет, это авторитарное руководство, авторитарное принятие решений и так далее. Пример, как бы, того. Василий, ты как? Абсолютно согласен, да, то есть, причем нерациональное, но другое дело то, что объемы, конечно, разные, да, и здесь банк по 4 копейки получает необходимый капитал, соответственно, получает очередной рычаг для дальнейшей экспансии на кредитном рынке. Но, как бы, сами цифры сделок, да, они смехотворны. Ты имеешь цифры по объемам или вот эти цены? Нет, 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 я имею в виду цены, конечно, соотношение цены. Разброс. Ну, вообще, если говорить о перспективах каких-то этих бумаг. Ну, перспектива, я говорю, перспектива такая, что, как говорится, с нуля стартовать проще, да, посмотрим, вот аналитики в гипотезе на 13-й год, правда, не думали, что такой плохой будет первый квартал, что только январь будет расти. Все уповали вот на это, что у Сбербанка будет, наверное, просто прибыль снижаться, у ОТБ, как бы, возможно, они будут расти, надо смотреть. Ну, можно пожелать только данному имитенту, чтобы больше не было таких вот каких-то резких телодвижений, чтобы все более-менее было предсказуемо, и тогда инвесторы, как говорится, будут проще, и люди потянутся к тебе. Ну, наверное, в этом, да, есть логика. Может быть, пройдет какое-то время, если не будет больше никаких таких вот резких телодвижений, наверное, бумага, в принципе, дешевая, и, может быть, по фундаментальным показателям, в целом, если рынок будет нормальным, могут ее, конечно, подтянуть. Но насчет того, что там будет 10 копеек, не знаю, что в два раза вырастет, сложно сказать. Ну, в принципе, да. Сказал бы так, что ВТБ, наверное, должен идти с неким дисконтом к Сбербанку, потому что Сбербанк все-таки демонстрирует очень стабильный поток прибыли. То есть, фактически, у него не бывает просадок от квартала к кварталу. Если брать ВТБ, то здесь, скажем так, его отчетность гуляет то в минус, то в плюс. Это и валютные курсы, ну, много факторов, плюс портфель у него, насколько я понимаю, более неоднородный, и нету той потрясающей базы депозитной, какая есть, естественно, у Сбербанка. Поэтому, безусловно, дисконт должен быть, но если сейчас Сбербанк стоит 102, то я думаю, что все-таки ВТБ должен идти к 7-8 копеек. Кстати, он делал, да, как раз в начале года, он делал такие попытики. Ну, технически, я говорю, вот при благоприятном варианте развития рынка, может быть. А благоприятный ты связываешь именно с общей какой-то, да? В целом по индексу, да, да. Если будет вторая волна роста на, сейчас, допустим, какая-то коррекция или стагнация, отрисовка более высоких уровней в Штатах, там, в Европе во втором полугодии, ну, может быть, мы и нас как-то хотя бы за уши подтянут, я уж не знаю, как-то уповать, да. Лишь бы нефть только не упала сильно. Сильно это куда? Нет, ну, бренд, как бы, да, бренд, если существенно ниже сотен, не уйдет, ну, про американский сорт там понятно, что там идет уже куда-то движение в сторону, там, 90 долларов, но для нас бренд, как бы, важнее, да, чтобы вот он не упал там куда-нибудь на, чтобы бренд не стоил, там, 90 или ниже, как бы, это неприятно тогда. Тогда уже, да, никакие уши не помогут. Да, да. Хорошо. Значит, сейчас еще раз у нас перерыв, мы слушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Ну что ж, последняя часть эфира, сухой остаток на Финам.ФМ. Мы говорим о текущей ситуации на финансовых рынках и упомянули, прежде всего, российский рынок акций после праздничных дней. Сегодня у меня в гостях Алексей Труняев, заместитель начальника управления ценных бумаг Live Capital Pro Business Bank и Василий Конузин, директор аналитического департамента ЕФК Алимар. То есть, уважаемые эксперты, продолжаем разговор о российском рынке. Но, я так понимаю, кроме дивидендных историй, никаких историй озвучить вы не сможете больше, да, интересно? Была попытка отскока в энергетике, и, так сказать, волшебным образом она практически совпала с апрелем, как я говорю, всегда, вот весной он, как сказать, мертвый-мертвый начинает доживать. Да, но здесь просто, как бы, от своих минимальных цен, действительно, тот, кто взял, так сказать, на дне, да, но много ли таких людей, очень мало, я думаю. Ну, пока эта тема, я так смотрю, развивается в некоторых бумагах, да, то есть, если ОГК-4 и ООН России более-менее, там, 2,66, то есть, там, 2,40 какой-то разворот. Я посмотрел сегодня еще ФСК, там пока ничего интересного. Ну, может быть, вот российские сети, да, МРСК, следите за этой бумагой, может быть, там какие-то будут драйверы для роста, и, может быть, весь сектор бумага будет за собой, как бы, подтаскивать. А так, пока что, в общем, кроме спекулятивного отскока, пока порадовать нечем, пока порадовать нечем. Да, основная идея сейчас, это ситуация с индексообразующими бумагами, дивиденды, где-то они снизились, буквально только в двух эмитентах, как я уже сказал, Газпром, Нефть и Сбербанк, наоборот, сумели порадовать своих инвесторов. В основном в этом году это снижение, связано с снижением прибыли по РСБУ, дивиденды у нас считаются пока прибыли по российским стандартам, вот, и там на компании показывают снижение. И, кстати говоря, вот средний размер дивидендов, да, у нас сейчас по МВБ, по-моему, где-то 4,2, что ли, 4,5. Если вот пойдут снижения такими темпами, как в этом году, то мы уже можем быть и непривлекательными. То есть только-только мы в декабре прошлого года, в январе, говорили о том, что у нас там и 5%, и 8%, и где-то 12-13 есть. И, пожалуйста, вот череда отчетности по РСБУ, снижение чистой прибыли и, так сказать, снижение рекомендаций по дивидендам. Советов директоров, и госкомпании отличились, и так далее. Поэтому здесь ситуация неоднозначная. Но вот еще раз повторюсь, на мой взгляд, на перспективу, да, то есть «Газпромнефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть» еще, наверное, и «Сбербанк». Вот в этих компаниях, на мой взгляд, менеджмент высказывался по поводу сохранения устойчивой дивидендной политики, ну, что называется, будем... А, «Норильский никель» еще, да. Там не такая простая ситуация. Там, значит, по 3 миллиарда долларов за следующие два года. В этом году тоже обещали трешку, но в итоге, как я понимаю, 2 миллиарда, да, то есть 400 рублей 83 копейки получат. И еще миллиард будет распределен в случае продажи непрофильных активов. И вот это, возможно, поддержит бумагу от сильного дисконта. То есть плюс к тому, среди тех эмитентов, которые я назвал, «Норильский никель» и «Лукойл», тут еще и промежуточные дивиденды. То есть выплаты могут быть распределены, поэтому дисконты могут быть не такими сильными. То есть есть темы уже на следующий период, текущий практически уже закончен, есть темы на следующий. Но я думаю, сейчас надо быть аккуратными, инвесторам надо быть аккуратным, потому что пустые, чистые бумаги от дивидендов, да, никто не заставляет вас бросаться сразу их хватать. Дайте вы им, так сказать, продисконтироваться, посмотрите, так сказать, в конце концов от тех же самых таргет-прайсов, которые нарисовали аналитики. Дайте вы им, так сказать, 30-35% дисконта сделать. Вот лежаться в любом случае они должны. Да, и потом с новыми силами. Хотя, конечно, фокусы, которые Сбербанк показал своим привилегированными бумагами, это респект просто тому, кто это, так сказать. Кто это делает. Ну, я думаю, что сколько веревочкой не весть, а конечек все равно. Ну, это да, это да. Давайте вернемся, Василий, еще раз поговорим буквально два слова о перспективах рынка сырья, рынка нефти и в связи с этим, что ждет компании сырьевого сектора нашего российского, на твой взгляд. Ну, выше 100 долларов, как минимум, удержимся мы по бренду? Вот не уверен. Не уверен, да? Не уверен, абсолютно, потому что сейчас все глаза устремлены на Китай. Как мы уже, собственно, в этом эфире и поговорили, от Китая неизвестно, чего ждать. Неизвестно, сколько он будет адаптироваться к новой формации экономики. Поэтому вполне возможно, что следом за таким постепенным ослаблением спроса с его стороны, нефть будет медленно сползать. И как бы очередной виток этого может как раз прийтись на вот этот теплый сезон летний. Соответственно, нефть может уйти под 100. Для наших компаний, конечно, это будет плохо для нефтяных. Хотя, опять же, отмечу, что, наверное, на протяжении последнего года полутора нефтянка, ну, все-таки она на таких, наверное, уже слабых уровнях стоит, что там потеря 2-3 долларов по Brent уже не ведет к каким-то там распродажам, какие могли бы быть, если бы там, допустим, нефть теряла 10 долларов, со 130 там уходила на 120. Гораздо более чувствительные к изменению конъюнктуры на товарных рынках сейчас металлурги. Поэтому, опять же, они воспринимаются, наверное, в большей степени как такая основа промышленности России. То есть, такие... Ну, на Китай мы при этом тоже смотрим, да? Именно на Китай, да, да, да. Потому что, как раз-таки, плохие новости из Китая, они очень стали, именно вот в последний год, серьезно отражаться на котировках металлургов и всех угольщиков в том числе. То есть, данные эмитенты очень пристально смотрят за конъюнктуры товарных рынков. Я понял. Хорошо. Значит, опять, видите, мы недобрым словом вспомнили Китай с вами, потому что во многом... Нет, но опять начинается лето и, так сказать, коррекция на фондовых рынках, тут же рост доллара, да, наверняка опять есть вопросы, что будет с курсом доллара. Вопросы есть? Подожди, вот я по поводу нефти, да, и цен на нефть. Все-таки традиционно всегда говорят, да, лето это сезон отпусков, сезон высокого спроса на бензин, как минимум, да, ну, как вот раньше, по крайней мере, мы говорили. О штатах, да, о штатах? Нет, нет спроса, связанного с отоплением, поэтому как раз тут я бы сказал наоборот, отопительный сезон закончился, да, поэтому потребление, на мой взгляд, оно должно быть меньше, чем в зимний сезон. И, в принципе, конечно, сезонное дисконтирование, но плюс еще тут и спекулянты могут постараться, если какая-то коррекция будет, там, и будут разговоры про замедление китайской экономики, там, в Америке что-то не так, в Европе там рецессия, ну, еще могут продисконтировать. Там же спекулятивная составляющая большая, к сожалению, вот, трудно спрогнозировать, то есть такой корреляция, что действительно вот спроса и ценообразование, нет, очень много спекулянтов там, даже как и золото, да, там, защитная активность, незащитная, там столько спекулянтов залезло. Сейчас уже сложно, да, сказать, защитная, от чего защитная. Поэтому и коррекцию мы так увидим, если бы туда заходили люди, которые используют только защитный актив, там, может быть, сохранялся бы плавно восходящий тренд, а так спекулянты залезли, поэтому и коррекцию соответствующую получили. Ну и потом, да, обратим внимание на то, что все-таки сейчас, наверное, мы по нефти движемся примерно в том же направлении, что и по газу, уже формируется два практически рынка, то есть то, что торгуется в США, там, WTI, это одна история. То, что торгуется в Европе под маркой Brent, это уже другая история, другие факторы ценообразования. И здесь мы сталкиваемся как раз с все той же пресловутой европейской рецессией, которая, кстати говоря, может стать катализатором для того, чтобы цены на тоже WTI и на Brent начали схлопываться, спред сужаться запросто. Хотя вот я сегодня на Bloomberg, по-моему, JP Morgan высказывал мнение, что спред будет расширяться. Я вот не совсем понял, за счет чего. За счет чего, да? А, нет, ну, наверное, за счет того, что американская WTI будет падать. Дешеве. Да, Brent будет того. За счет этого он прогнозирует расширение спреда. Ну, поживем, увидим. Хорошо, ну и давайте поговорим о валютном рынке. Собственно, о долларе. Вот, Леша уже начал разговор. Ну, о рубле сначала, да, наверное, а потом о глобальной. Ну, рубль к доллару, да. Я думаю, что скорее будет торговаться рубль к доллару выше 31 и, может быть, даже в случае серьезного там снижения нефти куда-нибудь стрельнем там в район 31,8 и 32. Ну, мы там были, по крайней мере. Да, ближайший там месяц-полтора, потому что, на мой взгляд, был период, было время у рубля, чтобы укрепиться. Я ждал более серьезного укрепления весной, но он более скромным был. А сейчас, мне кажется, скорее сезон уже такого вот укрепления доллара. У нас же рубль тоже, как бы, сырьевая валюта. Сырьевая валюта у нас к доллару сейчас чувствует себя плохо. Мы не исключение. Ну, если сравнивать все-таки, да, австралийца с рублем, все-таки мы стабильные. Так называемый вот этот carry trade, не знаю, мне кажется, не находит отражения. Я думаю, что все, кто хотел, уже зашли. Всех, кто хотел, уже зашли, и поэтому как-то какого-то давления на курс доллара не будет. Наверное, скорее будет желание его задрать вверх в ближайшее время. Посмотрим, как ЦБ будет реагировать. Ну, вроде бы, ЦБ не особо активно, так сказать, участвовал в последнее время, стараясь дать рынку как бы самому нащупить. То есть, насколько я понимаю, ЦБ сейчас проводит политику, чтобы как бы сделать этот сектор более рыночным, да, чтобы наконец-то начали какие-то там спросы и предложения. Да, 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 да. Чтобы не какое-то жесткое там регулирование, а именно как бы законы рынка спроса и предложения. Посмотрим, посмотрим, насколько получится это сделать. Я понял. Ну, говоря о глобальном рынке, да, вот, и тем более опять возвращаясь к началу нашего разговора по поводу того, как Федрезерв себя поведет, да, будет ли он сворачивать, каким образом будет сворачивать, это, естественно, отразится на курсе доллара прежде всего. И вот в глобальном смысле, Василий, как ты видишь курс доллара до конца года? Ну, наверное, проще всего, наверное, к евро-доллару, да, сейчас он как раз в районе 1.30 торгуется, чуть ниже. Все зависит от риторики, да, то есть мы вообще сейчас, наверное, делать прогнозы, тем более на конец года дело неблагодарное, потому что одно слово господина Бернанке, оно меняет целиком всю конъюнктуру, равно как и господина Драги тоже, это все переворачивает с ног на голову. Поэтому в моем понимании больших изменений вообще не будет, потому что так или иначе ситуация будет сбалансирована, хотя тренд на укрепление, он теоретически напрашивается. Укрепление доллара. Доллара, конечно, конечно, потому что, ну, объективно начнут подрастать ставки, будет сжиматься ликвидность, то есть с точки зрения экономической теории доллар должен укрепляться. Ты немножко засмеялся, я так понимаю, этот смех в отношении того, что экономические теории в нынешнее время не всегда срабатывают так, как написано в книжках все-таки, да? Ну да, мы сейчас живем в такое неприятное время. Неприятное время. С точки зрения стабильности, да, чем еще может быть вызвана стабильность, если не ошибаюсь, уже какие-то такие более значимые, ну, я не знаю, там в мае сейчас у них будут дебаты в США, но по ФРСу, по-моему, у них в августе и в сентябре уже какие-то более-менее такие существенные заседания, по крайней мере, раньше так было. То есть они как бы летом какую-то паузу берут. По евро, ну, я технически смотрю, я был очень скептически настроен по поводу движения там в сторону 1.32-1.33, действительно, оттуда получили по башке люди, поэтому я бы вверх так осторожно играл. Я думаю, что там вот сопротивление сохраняется сильно на уровне 1.32, может быть, даже ниже. Ну, а снизу я вот слышал мнение европейских трейдеров и экономистов, они говорят, что даже если упадет на 1.2, то там, так сказать, будет хорошая поддержка. Но меня-то больше волнует как бы сверху сопротивление, я считаю, что, в общем-то, укрепляться особо не должно евро. Конечно, всякие фокусы могут быть. Вот, поэтому я особо не делал бы ставку на том, что евро вырастет сильно. Ну, и потом ты вспомнил европейские экономисты, с точки зрения Европы 1.2, то для них это более комфортно, наверняка. Ну, да, да. Ну, вот здесь сейчас, с одной стороны, будет какая-то волатильность у нас в мае, связанная со Штатами, потом будет волатильность, связанная с выборами в Германии. И, да, затем, я думаю, затем, я думаю, все-таки какая-то должна быть летняя какая-то пауза. Ну, и, скорее всего, наверное, в эту паузу рынок будет либо как-то стагнировать, куда-то сползать. Может быть, мы упадем, может быть, просто будет боковое движение. Ну, да ладно, поживем, увидим, как ты говоришь. Собственно, я буду закругляться. Огромное спасибо моим гостям. Алексей Труняев, заместитель начальника управления ценных бумаг Life Capital Pro Business Bank, и Василий Конузин, директор аналитического департамента ЕФК «Алимар», были сегодня в студии сухого остатка. Уважаемые слушатели, вам спасибо за внимание. Напоминаю, что началась нормальная рабочая жизнь, и каждый день мы будем об этом с вами говорить. Всего хорошего, успехов на рынке, до свидания.